Отчуть себя бизнесменами, финансистами или предпринимальниками смогли 11-классники Гродинской школы номер 3 Мяусова. Погрузиться в сферу экономики старшеклассникам допомагала Дмисловая Викторина, авторство которой належит Комитету экономики областного выконавчего комитета. Удел мероприемств подарил моропозитиву и новые веды. А самые подкованные потомяшкольники отримали каштонные подарунки. Вольга Пелянчук расскажет. С уластной распроцовкой Викториной специалисты областного комитета экономики побывали у школах района, у колледжах и университета Гродно. И вот теперь батл талиновитых активных и предпринимальных разгорнулся на плясовце третьей Гродинской школы. Треба означать, что специально догольни 11-классники не рыхтовалися. И тем не менее, большая стеребуса, шифровок и загадок расколывали лёгко. 20 пытаний у и команды в финале. Тут отшагаются не такие простые пытания и самые подкованные соперники. Игра состоит из двух этапов. Первый отбор идёт блиц-опрос. Это состоящий из двух вопросов. Поэтому в оперативном порядке ребята должны на них ответить. Ребята, которые сегодня выйдут в финал, получат разработанные специально для этого случая сюрпризы. Это футболки, кепки и сумки шопера. Интерес до экономики лишь специалисты треба развивать и поддерживать со школьной лавы. И тогда махчема, еще у подлетковом взросле, народятся уласные Иланы Маски, Стивы Джобсы и Белы Гейцы. До слова, сфера предпринимательства в Беларуси и на Гродинщине у приватности им клево развивается. А заявление креативных бизнесменов будет только сприять дальнейшему развитию экономичного сектора. Вполне возможно, что ребята также станут предпринимателями. Сегодня достаточно развит у нас в Республике Беларусь сектор предпринимательства. В нашей области, Гродинской области, это больше 32 тысяч субъектов. Из них и юридические лица, это и микро и малые организации, организации среднего уровня, а также индивидуальные предприниматели. Идею проведения подобного батла у третьей школы подтримали одиноголосно. Мауляу ведау со сферы экономики и финансов, с якими дети сутыкаются на уроках истории, географии, громадознавства, николе не бывая шмат. Дети должны понимать, откуда берутся деньги и как им правильно распорядиться, потому что мир сложный, мир современный. Они сталкиваются с интернет-торговлей, они сталкиваются с рекламой. Дети могут даже правильно не оценить свои возможности, может быть, даже куда-то вложить деньги неправильно. И наша задача, и задача родителей объяснить, например, даже эта вещь дорого, когда я могу позволить купить, или когда ты сможешь позволить, и как нужно ценить вещи, деньги. Освету старшеклассников при неманя у сферы бизнесу, финансов и предпринимательства специалисты Комитета экономики в области плануют протягивать. У год кем часе провести викторину смогут в ушне инших установ при неманя. А кроме того, у планах родинских специалистов взяться за распроцовку лайт-версии экономичной гульни для молодших школьников. Продолжение следует... Продолжение следует...